У меня есть G-Powers, у меня есть TripTrippers, Ммм, Фараон, у меня есть Папироска, а есть обзоры, Ммм, обзоры от Папироска РФ, Фараон, обзоры от Папироска РФ, Обзоры от Папироска РФ на Фараон. Обзоры от Папироска РФ на Фараон. Данная дрипка выполнена в сотрудничестве с популярным американским обзорщиком Риптриперсом. И если вы следите за его творчеством, то вы в курсе его, ну скажем так, неординарности. Собственно таким и получился Атомайзер. Необычный конструктив, спрятанный в стильный лаконичный корпус. В комплектации помимо самого Фараона можно найти Дополнительный дриптип, переходник под 510 дриптип, Чтобы можно было устанавливать любой дриптип, какой вам больше нравится. Т-образная отвертка, на конце которой два шестигранных ключа и крестовая отвертка. Ну и конечно, большое количество запасных винтов и уплотнителей. Более детальное рассмотрение начнем с дизайна. Он строгий и не перегружен лишними элементами. Единственное, что я бы изменила, так это размер тела. Сделав его немного меньше и тем самым уменьшив размер испарительной камеры. Из дополнительных надписей на корпусе есть название устройства и некоторые надписи на нижней части. Кстати, снизу расположен немного выпирающий пин. Размеры устройства 25 мм на 45 мм, с учетом длины комплектного дриптипа. Вес 56 грамм. В комплекте с танком идет две версии 810 дриптипа. Один со сквозным отверстием, второй защитает брызг в виде сита для макарон. Наличие защиты подкупает. Ведь теперь даже с не очень хорошей намоткой можно не переживать за пуляние спиралью жидкостью. На нижней части атомайзера есть три отверстия обдува, а для регулировки есть кольцо, у которого есть четыре фиксированных положения. В том числе и полностью закрытое. Отверстия обдува по сравнению с другими атомайзерами расположены нестандартно с одной стороны, но это обусловлено конструктивом базы. Кстати, если вас интересует затяжка, то могу сказать, что она довольно свободная. И никакого намека на сигаретную затяжку тут нет. Тело атомайзера держится на резьбовом соединении, и если заглянуть внутрь, то можно увидеть, что здесь есть дополнительная часть, которая в простонародье называется непроливайка. Это сделано для того, чтобы жидкость не проливалась при транспортировке в кармане или где-то еще. Удобно. База, когда я увидела ее в первый раз, меня немного ошарашила. Столько всего необычного, что особенно выделяется среди однотипных баз с велосити-стойками. Тут есть встроенная ванночка для жидкости объемом 2 мл и шторка, чтобы дополнительно избегать протечек. Можно сказать, получаем почти дрип-кабак. Три отверстия обдува на базе расположены равномерно для грамотного обдува спирали или спирали, в зависимости от того, что вы намотаете. А намотать тут можно многое, чему способствуют необычные стойки, где хвосты спирали просто поджимаются под пластиной, которая в свою очередь прижимается винтом под крестовую отвертку. Кстати, для удобства установки пластина подпружинена. Мелочь, а процесс намотки упрощает. При грамотной намотке данная дрипка обладает отличной вкусопередачей. Она, конечно, не космическая, но на уровне конкурентов. И если бы испарительную камеру сделали чуть-чуть поменьше и сделали ее конусообразной формы, то дрипка бы стала просто космос. Сейчас я покажу вам, как намотать фараона. А наматывать мы будем одну спираль клептона на оправу 3 мм на целых 10 витков. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»